Мэрилин появилась на свет в американском городе Лос-Анджелес 1 июня 1926 года. Её настоящее имя – Норма Джин. Мать малышки Глэдис Пёрл работала монтажницей на киностудии. По материнской линии бабушка Норма Джин была ирландкой, дед шотландцем. Так что в жилах появившейся на свет девочки протекала европейская кровь. У матери была плохая психическая наследственность. Её родители закончили жизнь в психиатрической клинике. Вот и у неё всё чаще стали случаться припадки. Она плакала и смеялась одновременно. В результате санитарию везли Глэдис на носилках в соответствующее медицинское учреждение. Норму взяла к себе на воспитание подруга мамы Грейс Эткинсон МакКи. Всё было хорошо. Грейс любила девочку. Оформила на дни опекунство. Именно она первая повела малышку в кинотеатр. Научила пользоваться косметикой. И рассмотрела в ней заложенный природный талант. Сказала, что из неё получится знаменитая киноактриса. Но через год Грейс вышла замуж. И спустя месяц новоиспечённые супруги отдали девочку в детский дом. Потому что им не хватало денег. Так Норма Джин попала в сиротский приют Лос-Анджелеса и получила номер 3463. Наибольшим счастьем в детские годы Норма Джин считала походы в кино. Она безумно его любила. И всех героев экрана называла своими друзьями. Деньги, которые ей иногда давали, она тратила на билеты в кино. Могла с утра до вечера в полном восторге просиживать одна в кинозале перед огромным экраном. Из того, что происходило в фильме, девочка не пропускала ни единой мелочи. Как только девичье тело начало формироваться, Норма Джин постоянно испытывала притязания со стороны мужчин везде, где бы она на тот момент не жила – в приюте или в приёмной семье. Уже в таком раннем возрасте стала проявляться заложенная природой сексуальность, магнетизм, красота и роскошная фигура. Не зря через много лет именно эта женщина станет первым общепризнанным в мире секс-символом. Норме было 15 лет, когда семья, в которой она находилась на тот момент, готовилась к переезду. Ввиду сложившихся обстоятельств, они не могли взять её с собой и предложили девушке вернуться в приют. Она этого никак не хотела и решила поскорее выйти замуж за Джеймса Доггерти, с которым встречалась. Парень был из рабочей семьи, старше Нормы на 5 лет. В 1942 году Норма Джин и Джеймс Доггерти поженились. Но уже через несколько месяцев она поняла, что совершила ошибку. С мужем ей было скучно и даже не о чем поговорить. Вскоре после свадьбы Джеймс поступил на службу на Тихоокеанский флот, а Норма начала работать на авиационном заводе. Осенью 1943 года на завод приехали фотографы и режиссёры для съёмок репортажа о том, какой вклад вносят женщины Америки в борьбу с фашизмом. Фотограф Дэвид Коновер обратил внимание на Норму Джин Доггерти, которая лучше всех держалась перед камерой, как настоящая фотомодель. Именно он, фотограф Коновер, сыграл в жизни Нормы Джин судьбоносную роль. Предложив ей работу, позировать с оплатой 5 долларов за час. Она приняла предложение и уволилась с завода. Устраиваясь на работу фотомоделью, она заполнила анкету. Тогда там было написано. Вес – 53 килограмма. Рост – 165 сантиметров. Параметры – 91, 61, 86. Белоснежные зубы, голубые глаза, вьющиеся волосы, средняя блондинка. Пройдёт немного времени, и все женщины мира будут стремиться к таким параметрам, а мужчины сойдут от них с ума. К весне 1946 года фотографии Нормы уже украсили обложки более чем 30 журналов. Когда вернулся с войны её муж, такая работа супруги вызвала у него недовольство. Он потребовал сделать выбор – или семья, или карьера фотомодели. Самой главной мечтой Нормы были не обложки журналов, а киноэкраны. Когда она узнала, что продюсеры предпочитают незамужних актрис, то с лёгкостью сделала выбор, перед которым поставил её Джеймс Доггерти. Она развелась с ним. В 1946 году ей поступило предложение об актёрской деятельности. Она заключила свой первый контракт с киностудией и придумала псевдоним – Мэрлин Манро. В 1948 году она снялась в своей первой главной роли. Главная мечта её жизни начала осуществляться. Всё чаще имя актрисы стало появляться на киноафишах. Но всё равно ей хотелось большего от жизни. Она была не удовлетворена тем, что режиссёры в основном используют её внешность. Мэрлин стала учиться актёрскому мастерству у племянника великого русского писателя, театрального педагога Михаила Чехова. Манро очень много читала. С 1953 года после премьеры картины «Ниагара» началось утверждение Манро в качестве главной голливудской звезды. В этом же году на экраны вышел другой фильм «Джентльмены предпочитают блондинок». В картине снялись две звезды – брюнетка Джейн Рассел и блондинка Мэрлин Манро. Картина собрала в прокате вдвое больше денег, чем на неё было затрачено. Самой успешной работой в карьере Манро считается лента «Как выйти замуж за миллионера». В прокате она собрала 8 миллионов долларов, при бюджете в полтора миллиона. После премьеры на киностудию приходило по 25 тысяч восхищенных писем в неделю. Манро признали самой кассовой молодой актрисой. Звезды такого масштаба ещё не было в мире кино. Вся планета сошла с ума по Мэрлин Манро. О ней хотели знать всё. О ней мечтали мужчины всего мира. Её назвали красивейшей женщиной планеты. Режиссёры завалили её предложениями о съёмках. Из-за проблем в личной жизни актриса постоянно сидела на таблетках, которые пила огромными дозами. Было подорвано её здоровье. Волосы потеряли былой вид. Дошло до того, что её поместили в психиатрическую больницу. У неё было множество супругов, но ни с кем из них она не была счастлива и постоянно чувствовала себя одинокой. Под утро 5 августа 1962 года Мэрлин была обнаружена в своём доме мёртвой. В руках у неё была телефонная трубка. Возле кровати валялась пустая пачка от снотворных препаратов. Ещё несколько пустых упаковок были на туалетном столике. Никаких записок нигде не обнаружили. Вскрытие показало, что актриса умерла от передозировки снотворными средствами. Всю жизнь я принадлежала лишь зрителю. Не потому что великая, а потому что никому другому была не нужна.